привет глеб едем сегодня с глебом за карасем я решил немножко изменить спиннингу и поехать сегодня за карасем потому что ну и глеба обещал что уже давно выйду да глеб и в общем то просто на спиннинг у нас что-то последний с глебом несколько рыбалок были неудачные поэтому вот сейчас попробуем поймать эту такую коварную рыбу как карась до до самая коварная щука которая сейчас не хочет ловиться ни в какую если ловится только одна штука в день это не всегда чем ладно посмотрим повезет ли нам сегодня с карасем да лучше бы с карпом да хоть бы с карасем повезло ладно привет дим ты на волгу собрался дима сегодня будет нас инструктор за 2000 километров не менее это я вчера просто не выложил ну что-то я так и понял забыл эту штуку то может они не нужны может им прямо там вот нашел важную рыбалку прямо там не 0 не интерес конечно поснимать как она все будет а самовки большую карась карасем но я не мог не взять с собой спиннинг на всякий случай мало ли тут говорят тоже и окунь есть поэтому почему бы и нет почему бы не попробовать и окуня тоже это какой-то маленький деревенский столочек на котором мы будем рыбачить особое место такое не сильно она красивая но тем не менее лишь бы карась клевал в этом и есть сегодня самое удовольствие ну соли как тебе такой спиннинг это деревенская прикормка это не покупная умеешь червяков на низу собираешься это делать как это нужно делать ради карпа я все понятен и червяков на не супер живой супер просто будет давай попробуем опарыша нашего до которого мы взяли красно ага бери двух штук за червячками бери двух штук удобно было тут уже они такие с пахнущим а он переверн там это это отлично спасибо держи что показать так как нанести давай вот он убежит просто протыкаешь вот с краю здесь ну и ставь вот а теперь ждем да чего только ждем ну что нет да карауль поплавок как удочка поплывет вперед значит клюнула бывало что раньше вытаскивали не знаю тут намешиваю прикормку старым детским способом если в спиннинге у меня все насыпь на мочи грунта наковыряй с берега тоже смочи а потом в грунт интервью просто если она сухая нас начнет выплывать отсюда куда вроде тут как бы делаю вроде все нормально в деревне загадили были если в спиннинге у меня все как-то технологично то здесь все по дедовскому да если бы я занялся поплавочной рыбалкой чувствую тоже технологии были это прикормка ну давай сыпь туда да уже ж насыпал давай шарики я слеплю конь и орешки слепил да ну кидай давай вон туда поплавку старайся просто подкидывай берешь удочку руку берешь вот и вот так вот просто раз все и положил куда надо без всяких спиннинговых замашек мариванна крадется коллегу а ну кончиком ее по башке бы когда клево нет нормально нормально да как раз туда и кидал все 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 нормально что что такое это подушка а чем надувать чем надувать дуй ты только не обсасывай так вот просто прислоняй губы и дуй так вот так не получилось и сына вырастить спиннингиста стал карасятником или не дай бог карпятником выгоню из семьи если карпятником станешь чего да я шучу может в будущем в будущем как-нибудь можете с фидером познакомлю на фидер ловится конечно фидер да фидер это такая снасть удочка с кормушкой вообще от слова fit то есть это значит кормить кормить да ох ты англичанин какой это мой бонфис да ты не против тебя называть буду бонфисом а ты знаешь такой бонфис это по-французски по моему хороший сын значит бон хороший фис сын в общем кормить постоянно с кормушкой на нее достаточно так ловля в темпе идет то есть рыбы целый мешок вот сколько не смотрю этих фидеристов нет всякая вот карась флотва уклейка сколько не смотрю этих фидеристов у них обычно рыбы там что-то сколько у тебя есть фит не надо будет ну это ладно дело будущее смотри набирай грунта набирай точнее попа это метро набираю водички и вот туда грунта на ковыряют ничего смесли вымешивай вымешивай кинуть хочешь намешивать нравится давай поплавку только кидай шляпу потом завяжу хорошо поплавку глиб кис россию приезжает так а я тут решил пока немножко поступит по спиннинговать за кизда попсовая мы тут ведем разговоры про группы прошлого но я еще решил так как это сегодня глеб у нас занимается поплавком я решил покидать немножко спиннинг я же без этого не могу ты смотри а то разбегутся все питоны будем будем сейчас чуть-чуть посмотрим хоть кто-то первый карася поймает и будет ясно все что дальше делать дима он шутит что будет смеяться если карась не будет ловиться а я куни буду ловить если будет ловиться дам вот поставил манс одна из любимых приманок прошлого предатор 2 дюйма или полтора уже не помню у меня еще лежит мои старые утра лайтовой коробки когда я это любил дело все ох а черта наш не совсетом ну ладно ловлю сейчас на 4 грамма это у меня стоит татуа компакт с легкой шпулей 4 грамма забрасывается вообще без каких-либо проблем ну и удочка моя гадкий утенок переделанный тетон собственно летом собираюсь ловить у нее плотно окуней как раз вот она для всего этого и сделано у нас видимо 1 1 поим когда у нас карась нету окунь пришел глебом осторожней стоп-стоп-стоп-стоп-стоп решили злебом переобуть червяка давай сто лет я их уже не нанизывал правда этого надо два раза или даже в три да это еще не крупный червяк вот так его потом следующего сам будешь нанизывать ну и шуме хвостик шевелится как раз будет рыбу пределить давай стоп 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 все не надо подтягивать вот клади клади давай ну почти нормально нормально это получается начать либо будет брать тоже правильно да окунь с палец тут опять я подумал карась проснулся да очень маленький глиб здесь 4 грамма стоит очень маленький вес да не обязательно рукой глиб вот нет неправильно делаешь вот упала в воду вот так спиннинг потянул на себя она выкрутилась все рукой не обязательно вытягивать можно и джигом твич но ты на что ловишь на джиг значит как спиннинг вверх пару оборотов здесь дно очень мягкое и практически ты не увидишь отыгрыш приманки можешь поэтому по шнуру определять шнур провис значит приманка упала решил глебу показать мастер-класс по лову лягушек какая крупная лягушка смотри какая опять поймал на спиннинг их легко ловить они клюют на него да я этот чуть ли протру это зверь еще это зверь серьезно это тебе не все-таки лягушки твои любимые животные держи крепче а то убежит лень как надулась ну-ка ну-ка покажи и надувается дурит дурит но все выпускаю на этот не кидаю куда-нибудь он туда да опа сразу ожила фишку срубила по окунь поймался карася нет ну так вот выехали за карасем называется а ловится осеток да а у меня вообще ну да подожди еще не вечер поклевка была мелкий окушок наверное схватил дашь покидать ловить да да все сдам пору раскинуешь не окунь поклюнул там сейчас не вот я тогда когда там ходил ничего себе вы посмотрите что он творит вот глеб молодец сейчас я этот покажу да хочешь вам дядя да глеб молодец он уже часопол кидает спиннингом наконец-то он как бы пересилил себя свою лень и кидает полчаса спиннингом и вот поймал окуня про джиг я ему объяснил да да джигом пойму деды они у него вот туда в ведро скажу потом заберем да зачем он нам нужен ну что иди дальше лови тогда что я вообще он как он то ловил окунею много но именно пассивного окуня я всегда вывозил его на тот который удочку отбирает вылазить в лодку да а вот именно мелких пассивных он еще у нас не пробовал давай давай может наловишь сегодня всех обловишь глеб пришел жалуется что вот эту приманку окуня у него те ребят но не заглатывает хотя конечно окуни мелкие даже заглатывают страшно большие приманки но сегодня видимо такой день что он не хочет я ему тут немножко потихоньку объясняю так как он спиннингом в общем-то раньше не увлекался особо ну я им все настраивал он ловил и не сбивался голову там сейчас вот он хочет узнать как прикрепить приманку ну собственно как крепится все это дело в общем глеб это разборная чебурашка ты на нее одеваешь приманку вот на эту скобочку чтобы видишь вот где ушка вот это широкая она вверх крючок торчал это значит что приманка всегда была в таком положении вертикально ну и соответственно вот так увидишь посмотри именно вот чтобы не наоборот а вот так было продето можно просто вот так вот раз и перевернуть видишь вот это будет большая часть центр тяжести в данном случае сверху а это значит что она будет переворачиваться переворачивать приманку и будет цепляться понял это не совсем очевидно это ну на первый взгляд на самом деле важная штука все у тебя вот этот надеваешь застежку вот у тебя и приманка ну она вот здесь нажимаешь она расстегивается эти потом дам ты все сам попробуешь дома уже сейчас не будем забивать голову все глиб сегодня я не помню говорил или нет ловит кастингом и на 4-4 грамма и отлично у него это получается давай тут может быть очень много зацепов крапивка много корят а мне можно к тебе да вот не знаю здесь мне кажется ты оборвешься быстро здесь мышь практически сразу падает и даже не по кончику не успеваешь почувствовать поправить у шнура видишь лишь шнур провисит а значит на одной надо так бывает это клюна да это может и зацепился за что-то тут он мусора много ну что глеб что скажешь я думал мы к россии но и у меня большой тар попадется большую интересную часть рыбалки я кидал спиннинга ну да вот так вот папа тебя что не может обеспечить тебе рыбалку не на карася не на щуку ну так на окунь он тебе пока обеспечивает да ну да окунь это сегодня поймал и на судака не может обеспечить да карась как назло не клюет так глеб у нас поймал клеща своего первого в жизни сейчас мы его будем ну-ка подними голову чуть толстого то ну да ладно хорошо есть удалять так где ты друг ну пока его не лезли ты блин он еще не успел его это самое что они не никуда не девай его не не труси теперь надо его куда-то положить если если по нет если повезешь его в лабораторию ну-ка подожди но он еще не успел он только-только его он еще не успел да даже отметины нет ну да давай мы сейчас положим ну что вот такая рыбалка сегодня получилось экстрим и клещи и все дела но все как положено ясно что главной составляющей рыбалки а именно карася мы так и не увидели да мы карася сегодня так и не поймали это были окуни лягушки и клещи да ну ничего нормально в принципе время провели хорошо пообщались глеб как тебе общение с природой в виде клещей вот так но правильно будем их уничтожать отлично до скорых встреч